Пенсионный фонд Отсюда вытекает вопрос Каким образом гражданин США Зарабатывает себе на пенсию Начисляет ли работодатель Или собственно ручно гражданин США Формирует свою пенсию на протяжении Всей своей рабочей карьеры И как понимать эти фразы Фразы мою пенсию украли Или меня лишили пенсии Фразы взяты из американских фильмов разных жанров Ну давайте может быть я попробую начать Нет, я тоже хотела Давай, ты тоже хочешь начать? Ну нет, ты начни Значит Человек Платит в фонд социального страхования И сам И наниматель за него платит Есть такой налог Он составляет 15% от заработной платы И если вы работаете на нанимателя То он платит половину И вы платите половину То есть с вас в равной мере берут И если вы идете по категории Что называется self-employed То есть вы как бы сами себе предприниматель Вот малый бизнес там какой-то И так далее То вы тогда эти 15% Сами платите, все 15% Так что Вот этот фонд Как бы эти деньги Формируются вот из двух источников Или из одного Если есть только один То есть сам по себе человек Тут есть тонкость одна Дело в том Что у вас нету личного фонда пенсионного В государственном, так сказать В хранилище Понимаете Есть общий Есть бассейн И туда всех нее деньги Значит стекаются в этот бассейн И потом на всех раздаются Ясно Мало того Этот бассейн не обеспеченный Это значит, что Он как бы не гарантированный Вот мы где-то сейчас находимся То ли год назад То ли сейчас То ли через год Получится такая ситуация Что в силу демографических причин Из этого бассейна Начнет утекать Больше, чем туда втекает Пока что было наоборот Но Соотношение работающих И неработающих людей в США Меняется Население стареет И Когда, например В 37 году принимали систему Социального страхования Которую мы сегодня имеем То на одного Пенсионера Было 38 работающих Сейчас мы имеем Я боюсь собрать По-моему На одного пенсионера Три работающих И идем мы к тому Что будет два И поэтому Значит Это необеспеченная Такая система Плюс к этому Вы можете иметь Свои собственные деньги Где-то Которые ваши личные И вы можете себе строить Какой-то пенсионный план И это отдельный Совершенно вопрос Потому что есть миллионы способов Это делать И так далее Но вот как бы По отношению к государству Это происходит вот так Света Ну я хотела бы больше сказать Что когда Вот это Создавалась система Социального страхования Да То не предусматривалось Что это будет Единственный источник Пенсионного обеспечения Для человека в старости Да, правда Имелось в виду Что это будет Некоторое базовое подспорье Да Какое-то минимум Дополнительное Минимум какой-то Да Но имелось в виду Что люди будут сознательно В течение всей своей жизни Накапливать деньги Каким-то другим способом Еще один Одну секунду Даже закончен Но выяснилось Через много лет Когда статистику подвели Оказалось Что чуть ли не 90% населения Даже и не думают Ничего себе другого создавать И рассчитывают Только на эти деньги Пенсионного обеспечения Один миллион Свет я только добавил Что в то время Когда система принималась Была такая манера Была система пенсии От предприятий Она и сейчас Кое-где сохранилась Но очень мало кто получает От предприятия Где он работает За выслугу И так далее А в то время Это было сплошь и рядом Поэтому Дети содержали родителей Предприятия Платили им поженивную пенсию И это еще так В дополнение Да Так вот Значит Имелось в виду Что люди будут Каким-то образом Создавать Свой собственный Какой-то Капитал Который они смогут Использовать Поэтому Это государственная пенсия Она в целом Небольшая Независимо даже От того Сколько ты получаешь Там конечно идут Если ты не получаешь максимум Максимум Это пенсии Может по-моему Я не помню 1800 было Мы не знаем точно Это довольно-таки Маленькие деньги На которые Практически Можно выживать Но это не то чтобы Не разгуляешься И оказалось К сожалению Что очень много Людей Не обеспечили себя И они Придя к возрасту Пенсионному возрасту Им этих денег Не хватает На то чтобы Страховать машину На то чтобы Снимать жилье И так далее Поэтому очень многие Пенсионеры Вынуждены Если им Еще силы Позволяют Подрабатывать И зарабатывать Себе что-то Еще дополнительно К этому Пенсионному доходу Люди живут на эти деньги Они уезжают Они продают Жилье Там где они жили Уезжают В такие места Где жилье В 2-3 раза Дешевле В Абфлориду В Аризону И у них появляется Какой-то капитал И появляется Выплаченное жилье И вот они Умудряются Там жить На эти денежки Вот эти фразы Что у нас Пенсионные деньги Украли Имеется в виду Вот что Дело в том Что тут был Обвал Рынка Все вот эти деньги Пенсионные Они находятся В каких-то фондах Или в каких-то стоках В каких-то финансовых Бумагах Инструментах Инструментах И вот В последнее время Этот рынок Этих финансовых бумаг Он очень нестабилен И когда из него Начинают Больше вынимать денег То соответственно цена На эти ценные бумаги падает И Следующим людям Вынимать уже Нечего Это ты говоришь Немножко о другом механизме Но Безусловно Если например Вот скажем Несколько лет назад Когда был обвал И 401 план пенсион Назвали 201 В шутку Потому что там осталось Половина денег Это ты одну сторону Говоришь Деньги украли Но на самом деле Что значит фраза Мои деньги пропали Или у меня их украли Это говорит о том Что он рассчитывал На больше Чем ему реально дали Например Он рассчитывал Что он проработает 10 лет И заработает Там допустим Лишние Две тысячи к пенсии А его уволили Там за 6 месяцев До того Как он Выработал бы Эти Эти самые И вот Получается Что у него Пенсионные деньги украли Он на них рассчитывал А у них не вышло Или например Он работал В каком-то муниципалитете Вот сейчас Я не помню В Детройте Где там эти проблемы Сейчас я говорю В Чикаго И вот они Он работал в муниципалитете И ему пожизненная пенсия Положена от этого муниципалитета И вдруг выясняется Что муниципалитет банкрот И денег нет И платить некому Он говорит У меня украли мои деньги Потому что они были Ну как бы государственные Но от местного государства Как бы да У которого нечем платить Еще один интересный момент Я разговаривала С нашим садовником Который всю жизнь Проработал В профсоюзе Работников Парковых хозяйств По уборке По растениям И так далее И он от этого Профсоюза Получает пенсию В 55 лет Дополнительно Дополнительно К государственному Нет 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 Вот именно Да Дополнительно Значит ему сейчас Еще не с 60 лет Но он уже официально Поскольку он 25 лет Отработал В этом профсоюзе То профсоюзе Ему уже Начиная с 55 лет Платят пенсию И когда ему Исполнится 65 В этот момент Он начнет получать Еще свою заработанную Государственную пенсию И как он мне сказал Может прибрал Не знаю Но он сказал Что он чуть ли в месяц Будет получать Чуть ли не 5000 Конечно Нам на такие На такую сумму Даже рассчитывать Не приходится Просто нам Я даже вдвоем Мы знаем Света Что во многих Я не знаю Про все ли Государственные должности Но я знаю Много государственных должностей Где сумма пенсии Равна 70% зарплаты Да И пенсия же Не облагается налогом Вот сколько я понимаю Ну там зависит Зависит Хорошо Но Света То есть человек Получает 70% зарплаты То есть какой 70% зарплаты Это же не 1800 Это большие деньги Я знаю Да В Нью-Йорке тоже Да Поэтому Если ты был учителем И получал там Может быть Ближе к пенсии Уже там Не знаю Там 70 тысяч Только у тебя У тебя будет 50 тысяч пенсий Да И мы знаем Очень много людей Которые работают Вот в государственных Каких-то учреждениях И они Стараются выработать Все-таки Вот эту вот пенсию И получить Во-первых Обеспеченную страховку Да Государственную страховку И по жизни По жизни Страховку На всю семью Медицинскую А во-вторых Вот это Вот дополнительную К системе социального Обеспечения Дополнительную Государственную пенсию И вот это уже Вполне приличные деньги На которые уже Можно существовать Да В этом смысл Как бы Профсоюзная работа На что получается Он работал В парковом хозяйстве Но когда ты член профсоюза То например Есть определенные работы Которые государство Распределяет Между организациями И если организация Не в профсоюзе Она никогда не получит Подряд Например От сити Да Вот сити Офмонтинью Ходят люди Деревья подрезают Это не просто люди Деревья подрезают Это не мексиканцы Нелегальные Подрезают Деревья Это люди В профсоюзе Потому что они Вступить очень тяжело Но вот Этот же садовник Мне показал Своего сына То есть они ко мне приезжают Участок могут убирать Это не имеет никакого отношения К государственной работе Это у них свой собственный бизнес Помимо этого И он мне сказал Вот я 25 лет Отработала на профсоюзе Вот у меня есть лицензия Очень редко Когда найдешь Вот этого человека По уходу за садиком Который из лицензии Утилизированный контракт По садикам У меня есть лицензия И моему сыну Вот я его туда Значит сумел Запихнуть в профсоюз Теперь он 25 лет Отработает И у него будет Обеспеченная старость Если вдруг профсоюзу Отменят Через 20 лет То он скажет Что меня обманули Мою пенсию украли Вот К вопросу о том Как может быть Что пенсию украли Это надо конкретно смотреть Нет такого Чтобы у всех крали пенсию Одним и тем же способом Да Бывает Чек сам хотел что-нибудь украсть У него не получилось Он говорит Надо же жулики обманули меня Там и так далее Это мы не знаем То есть Когда человек говорит У меня что-то украли Может быть Может быть у него Никто ничего не крал Это ничего не значит Я считаю что мы По первому вопросу Более-менее ответили Спасибо